Доброе утро, любимый ноябрьский Ульяновск. Привет, вся Ульяновская область. На часах 6 утра. На календаре 18 ноября. Да, и этот день оставил серьезный след в мировой истории, между прочим. Например, в 1868 году по инициативе Менделеева основывается Русское химическое общество. Ну а в 1873 году в Петербурге открывается памятник Ивану Федоровичу Крузенштерну. Да-да-да, тому самому на набережной Васильевского острова, ныне набережная лейтенанта Шмидта. А вот в 1928 в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с Микки Маусом, который до этого появлялся в двух немых мультфильмах. Ну, мы пока мультфильмы отложим на потом, а сейчас поделимся самыми свежими новостями и, конечно, интересной информацией. И познакомимся с тем, кто, несмотря на столь ранний час, уже пришел к нам в гости. Произвести хорошее впечатление на гостей и удивить их прекрасными цветочными композициями нам помогает партнер программы «Салон цвета и штучки». Ну а этим утром для вас работаем мы, Екатерина Музыряк. Да, тоже стараемся произвести хорошее впечатление. И Андрей Сафронов. Ну, мы начинаем. Итак, вновь начинаем утро с зарядки. Ведь физическая активность в утренние часы придаёт бодрости, ты, наверное, хотел сказать. И просыпаться становится значительно легче, быстрее, активнее. Ну, если, конечно, вот она эта самая зарядка, пусть даже небольшая, но произошла. После физкультуры активизируется кровообращение, как минимум. На самом деле, да. Это так все органы и ткани начинают активно насыщаться кислородом, ощущается прилив энергии, улучшается самочувствие. Мозг, получивший свою порцию кислорода, активно включается в рабочий процесс. Ну а также улучшает физическую форму, ведь регулярные занятия приводят к укреплению мышечных тканей. Ну а еще физкультура положительно влияет на состояние здоровья позвоночника и суставов. Утренняя зарядка стимулирует метаболизм, благодаря этому человек постепенно обретает красивые формы. Некоторые мышцы подкачиваются, появляется стройность, подтягивается живот. Зарядка подразумевает набор простых упражнений, которые направлены на разогрев мышц и проработку суставов. Никаких чрезмерных нагрузок утренняя физкультура, ну по крайней мере, не должна содержать, а поэтому она вызывает, точнее не вызывает, а ощущение усталости или же боли. Наши слова в рубрике «ЗОЖ» прямо сейчас подтвердит Оксана Галиева. Смотрим. Доброе утро! С вами Оксана Галиева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги. Сегодня я хотела вам показать небольшой комплекс на работу с грудинно-ключичной сосцевидной мышцей. Казалось бы, мышца незаметная, но она очень важная для того, чтобы улучшить и кровоток, идущий в голову, и в лицо, и в волосы, и в наши мозги. Итак, с чего мы начнем? Мы ее должны пропальпировать и понять, что же это такое. Когда мы поворачиваемся в бок, мы видим выступающий вот такой вот выступающий жгут. Это и есть крепление от ушка и до еремины впадинки. Мышцы немножко уходят, прикрепляясь к ключице. Поэтому для того, чтобы с ней работать, вы можете мягко пройти пальчиками, зацепляя ее, без болевых ощущений, в одну и в другую сторону. Очень часто верхние и нижние пучки зажаты. Далее мы сделаем разминку. Мы держим себя под ереминой впадинкой, расслабляя пальчики, удлиняя переднюю поверхность шеи. Делаем несколько скручивающих положений, смотрим в сторону. Затем мы заставим мышцу навременно сжаться. Каким образом? Мы поворачиваемся максимально назад и опускаем подбородок к плечу. Это один из вариантов. Мы можем его выдерживать от 30 секунд. Либо мы поворачиваемся в сторону и поднимаем максимально плечо к подбородку. Эффект будет практически тот же. Так же держимся по 30 секунд. И затем нам нужно растянуть рабочую зону. Мы поворачиваемся в противоположную сторону. Держимся тыльной стороной пальчиков. И удлиняем мышцу вверх и вниз по всей длине. Делаем это медленно и приятно. Не бойтесь, никаких вен вы не повредите и не пережмете. То же самое мы повторяем на другую сторону. Этот комплекс можно делать как утром, так и вечером. Будете себя прекрасно чувствовать. Будете всегда румяными и здоровыми. Хорошего вам дня. До конца ноября в Ульяновской области на базе городской больницы номер 3 будет создан центр телемедицины. Специалисты там будут работать в круглосуточном режиме. Центр заберет на себя в том числе консультативную помощь и динамическое наблюдение за пациентами, которое переносит COVID-19 в легкой форме. Это дополнительные меры, которые должны разгрузить первичное звено здравоохранения. Основными направлениями деятельности центра должны стать организационно-документальное взаимодействие между медорганизациями, Минздравом Ульяновской области и Минздравом Российской Федерации по вопросам применения теремедицинских технологий для оказания помощи в дистанционном формате. Вторым направлением будет организация дистанционных консультаций пациентов. Еще один аспект – совершенствование оказания медпомощи с применением новых технологий. Сейчас необходимо оснастить центр оборудованием, провести обучение сотрудников и как можно быстрее выстроить модель работы. Кроме этого, региональный Минздрав выступил с инициативой выделения гранта на уровне правительства Ульяновской области на разработку регионального мобильного приложения, которая включит в себя электронную запись, теле- и аудиоконсультации, дистанционную выписку рецептов и листов нетрудоспособности. Рубрика о главном продолжит наш эфир. По данным сайта stopcoronavirus.rf в России за сутки выявлено 22 410 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело около 1 970 000 человек. В Ульяновской области за сутки зафиксировано 227 новых случаев заражения. Больных в активной фазе около 4500. Умерло с начала пандемии 306 жителей региона. Выздоровело 19 663 человека. В очередной раз межведомственная мониторинговая группа совместно со специалистами корпорации развития промышленности и предпринимательства в сопровождении сотрудников полиции и народной дружины проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах. Плюс проконтролировали заведения общепиток, которые, по новым правилам, не должны работать в ночное время. Напомню еще раз, согласно указу губернатора, сотрудники торговли на рабочих местах обязаны находиться в масках. Первый нарушитель уже попался, пожалуйста, вставляют протокол. Но стоит помнить, все-таки подобные рейды призваны не запугать людей, не насобирать штрафов, а лишний раз напомнить о мерах безопасности и только так мы победим коварный ковид. Людям старше 65 по возможности быть дома, а если выходить, то до ближайшей аптеки или магазина. Школьникам и несовершеннолетним в целом закрыт путь торговой центра без сопровождения взрослых. То есть помочь родителям сделать покупки можно, а вот тусоваться в ТЦ больше не выйдет. Буквально с понедельника мы совместно начинаем ряд таких рейдов, где будем разъяснять детям несовершеннолетним о том, что нельзя находиться и обращаться к их родителям. В том числе хотел бы предупредить и родителей о том, что с понедельника наступает и ответственность, если ваши дети без сопровождения взрослых находятся на территории торговых центров. И, конечно, во время пандемии никаких вечеринок. Вплоть до 10 января 2021-го решено закрывать рестораны, кафе, буфеты, бары, в целом все ночные развлекательные заведения с 22 вечера до 7 утра. Бизнес смирился и согласился. Я это прекрасно понимаю и отчасти поддерживаю нашу власть, губернатор. Единственное, конечно же, надо договариваться и понимать, что мы не можем стоять, нам на то же надо работать, надо встречаться, надо общаться, надо принимать пути, чтобы мы не обанкротились, что как раз на сегодняшний день нам, скорее всего, и грозит. Такая мера необходима, чтобы минимизировать контакты между людьми и тем самым снизить заболеваемость. Тут ситуация двоякая. Мы пытаемся перейти на жизнь в пять, но наши гости к этому морально не привыкли. Основной запрос от наших гостей, потому что они требуют, чтобы они успели закончить спокойно свой рабочий день. Это в среднем где-то 5 часов, 6 часов вечера. Не выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит серьезными штрафами. Должностные лица могут потерять от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Юрлиц могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Или даже совсем приосновить деятельность на срок до 90 суток. Предпринимателям штрафы и ограничительные меры. Пожилым – социальная поддержка. Естественно, она необходима, потому что иначе человек окажется, как на льдине, беспомощными отвергнутым. Речь о помощи и на льдине никого не оставят. Сосработники, волонтеры, неравнодушные люди помогут. Принесут лекарства, продукты, уберутся дома, проведут досуг. Внимание и участие – главные препараты при борьбе с любой пандемией. По знаниям дела, профессионалист, высокий уровень культуры, умница. Чувствуется, человек содержательный, лишнего и не скажет. И на мои разговоры, когда сидишь в одиночестве, то хочется хоть что-то сказать. Реагирует положительно. Приходит периодически, но всегда вовремя. Сосработники воспринимают такую работу, как долг. Почетного возраста достигнут многие. И главное в старости – быть счастливым. Смотрим на самочувствие. Если что-то надо, врача вызывать, конечно, вызовем. И обзвоним практически каждый день. Как себя чувствуют. В общем, мы как сыновья, как дочки. Как дочки в основном. Такая вот наша работа. Помогают и финансово. Не сосработники – правительство. Последняя инициатива обнадежила многих. Единовременную выплату в размере 2,5 тысяч рублей предлагается установить тем, кто переболел коронавирусом. Это люди, относящиеся к категории, малообеспеченные. Категории определены – это старше 60 лет, беременные женщины, семьи, находящиеся в социально опасном положении, и люди с инвалидностью, которые переболели ковидом. Льготу и компенсацию за лекарства, которые они покупали на личные деньги, смогут получить пока что только ноябрьские пациенты госпиталей. Чтобы рассчитывать на государственную поддержку, нужна выписка из больницы, справка о доходах за последние три месяца. Более 4 километров водопроводных сетей заменят в следующем году в Сурском районе. В 2020-м на водоснабжение муниципалитета было направлено почти 7 миллионов рублей, которые пошли на очистку артезианской скважины в селе Лава. Ремонт водопровода в Сурском, деревне Лебедевка и селе Острадамовка. А еще отремонтировали водозаборы в Хмелевке, а также каптаж родника и водопровода в селе Архангельское. На работы 2021 года заложено более 7 миллионов рублей. Непосредственно в рабочем поселке Сурское заменят участки водопроводов по улицам Энгельса, Жигарина и Хазова, а также проведут очистку водозаборной скважины. В селе Полянки заменят водонапорную башню. Кроме того, по обращению главы Сурского района найдено техническое решение по проектированию строительства центрального водопровода в селе Ждамирово. Соответствующее поручение о подготовке проекта глава региона дал Министерству энергетики, ЖКК и Госсреды, а также предприятию Ульяновский областной водоканал. Рубрика «Это интересно» продолжит утренний эфир. Торжественное открытие Димитровградского кванториума состоялось в минувшую пятницу. Здание ДТК, на базе которого работает технопарк, преобразилось как внешне, так и внутри. Современные технологии встречали гостей уже у входов квантотехнопарка. Привет, я работаю губернатором. Привет, я работаю губернатором, поэтому хочу вас лучше себя приветствовать. Ты первый, кого я вижу из 21-го и 22-го века. На выбор Димитровградским ребятам предлагается 6 актуальных и интересных квантумов. Автоквантум, промдизайн-квантум, айти-квантум, промробоквантум, биоквантум, хай-тек-цех. Занятия в очно-дистанционном формате в технопарке начались уже в сентябре. Так, Валерий Кулыгин, к примеру, занят макетом 3D-браслета. Я занимаюсь по каждым двумя моделями. Картинка моделей одинаковая, но у них есть целых три разницы. Во-первых, вес. Во-вторых, размер. И в-третьих, это плотное заполнение. Для главы региона провели экскурсию по всем квантам, чтобы показать все возможности, на которые рассчитан технопарк. Глава региона отметил, что сеть подобных учреждений позволит нашей молодежи получать важнейшие знания и навыки. Успех каждого технопарка во многом зависит от его партнеров. Сергей Морозов призвал работодателей и предприятия Димитровграда рассмотреть возможность сетевого партнерства, приоризации совместных проектов с технопарком. Димитровград крепко стоит на 21 веке. Более того, я думаю, что то, что мы сегодня видим за этими стеклянными стенами, это звезды, которые прославят город и сделаются и себя успешными, и свои семьи. Но самое главное, еще одно, что они сейчас, эти знания, которые они приобретают, очень востребны. Базовым форматом образовательного процесса в детском технопарке станет проектная деятельность. Кроме этого, будет реализована традиционная для федеральной сети технопарков программа «Инженерные каникулы», в рамках которой планируется проводить экскурсии по технопарку, мастер-классы, различные направленности, квесты и игры. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специальный для «Репортер 73» из Димитровграда. Ну что, а теперь продолжаем будоражить умы телезрителей тем, что перед Новым годом телеканал «Репортер 73» разыгрывает сразу 21 телевизор. Да, причем, Катя, для победы многого не требуется. Главное зайти на наш сайт www.reporter73.tv, найти там викторину. Так, правильно. Конечно, при этом еще нужно ответить на все 10 вопросов, друзья. И тогда именно вы станете счастливым обладателем главного украшения новогоднего стола, проще говоря, телевизора. Совсем уже скоро начнем подводить итоги, так что поторопитесь. Новый год принято встречать с новым телевизором. А вы не знали? Телеканал «Репортер 73» в канун Нового года запускает супер-акцию. В декабре в ежедневном шоу «Утро с репортером» ведущий эфир отдарит телевизор нашим лучшим знатокам-зрителям. Лови свой шанс. Заходи на сайт reporter73.tv, отвечай правильно на вопросы телевикторины и смотри «Репортер 73» на 21-й кнопке во всех кабельных сетях Ульяновской области и на 9-й кнопке первого мультиплекса. В канун наступающего 2021 года мы разыграем «Да!» 21 телевизор. «Репортер 73» региональный телеканал Ульяновской области. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Утро понедельника, первый день каникул. Ульяновский школьник едет на трамвае по давно заученному пути домой из поликлиники. Ничего не предвещает неприятностей, но в ситуацию вмешиваются сразу несколько факторов. Наличных денег на проезд нет. И как раз в этот день, 16-го числа, отменяют бесплатный проезд для школьников по картам. Кондуктор его спросил, ты школьник? Ну, по нему видно, ему 10 лет, он маленький. Он, естественно, сказал «Да». И если дословно, кондуктор ему сказал, ну, либо готовь 20 рублей, либо выходи отсюда. Но денег у него с собой не было тоже. И он забыл, и я забыл. Ну, вот бывает, к сожалению, такое. И все, его высадили. Он позвонил мне, что делать. Ну, я бежала обратно на поликлинике, я уже отпросилась, там, забрала его, отвезла. С 11-го сентября в Ульяновске-Димитровграде действует бесплатный проезд для школьников с 1-го по 11-й класс. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо оформить справку в школе. Ее требуется предъявлять кондуктору. На время каникул необходимость ежедневно куда-либо ехать отпадает. Посчитали в администрации города. Напомним, что такая практика применялась во время каникул в октябре. Сегодня первый день каникул, переходный день. На предприятии проведен соответствующий инструктаж с кондукторским и водительским составом. Объявление разместили, но только в 13.51. До этого момента многие школьники могли попасть в неприятную ситуацию, просто не зная об отмене бесплатного проезда. При этом высаживать их в любом случае не имели бы права. 16-е число, переходный день, персонал об этом оповещен. В этом конкретном случае, со слов руководства Ульяновск электротранса, утром произошла авария. Соответственно, попросили выйти вообще всех, так как движение было заблокировано. Всех пассажиров, в том числе и этого мальчика, водители-кондуктор предупреждали о том, что движение трамваев по улице Локомотива не осуществляется в связи с дорожным транспортным происшествием и просьба выйти из вагона. Значит, ни водитель, ни кондуктор, мальчика насильный из вагона не высаживали, а просто предупредили о том, что нужно выйти из вагона или продолжить движение до улицы Корсунская. В России сложилась определенная негативная практика, когда юных пассажиров высаживали на мороз или в незнакомые месяцы. Но ульяновские контролеры стараются такого не допускать. Конечно, как ребенка выгонишь на улицу. А естественно, едет, куда ему надо. То есть вы не будете угонять? Конечно, нет. Это считаю преступлением. Однако факт остается фактом. Ребенок глубокой осенью оказался на улице. В этот раз обошлось. Но госпожа удача не вечная. Министерство просвещения настоятельно рекомендует школьникам не совершать самостоятельных вояжей в период каникул. Тем более, что Минкультура подготовила обширную программу онлайн-отдыха. Они предлагают открытые мастер-классы, публичные лекции, просмотр видеоспектаклей, библиотечные уроки. К нам присоединяется детский технопарк Кванториум, IT-куб, у которых тоже запланировано большое количество мастер-классов бесплатно в онлайн-формате. То есть все учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, образовательные учреждения разработали свои планы. И я думаю, что у каждого ребенка есть чем заняться на каникулах дома. Эта аппаратура роботизированная позволяет нам... Учить сону, да? Да, абсолютно верно. Учат ходить, учат восстанавливать функции после перенесенных операций. Зачастую пациенты, перенесшие операции на головной мозге, на позвоночнике, утрачивают эту функцию. И необходимо очень интенсивное восстановление. Будущее наступило. Современные технологии помогают человеку стать здоровым. В Димитровградском реабилитационном центре медицинской радиологии буквально творят чудеса. От диагностики до полного восстановления. На двух этажах есть все, чтобы помочь онкопациентам и не только. Также мы можем позволить себе расширить спектр оказания медицинских услуг. И заниматься реабилитацией неврологических пациентов, пациентов после операции на опорно-двигательном аппарате. Ну и других заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта, и неврологической патологии, которые достаточно широко представлены. Прежде чем лечить, нужно научить. Оборудование новое, медикам предстоит с ним познакомиться. В этом им помогут иностранные коллеги, разработавшие специальную программу. Пандемия медицину не тормозит. Наоборот, дает толчок вперед. В кризисных ситуациях развивает ее. В это же время система сбоит, показывая все недочеты. О них и поговорили первые лица региона в Димитровграде на специальном штабе. На фоне пандемии, борьбы с коронавирусом, нам нужно решить две задачи. С одной стороны, это сохранить жизнь и здоровье наших граждан. С другой стороны, сделать максимально все, чтобы не остановить экономику. Для того, чтобы обеспечить занятость населения, обеспечить соответствующие потоки в бюджет для обеспечения социальных обязательств. И для этого регионам принимаются очень большие усилия. Вывод один. Здоровые люди, здоровая экономика и многие другие сферы. Требования незначительные, но очень важные. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Не просто так, те ограничительные меры, прописанные в федеральном федеральном фронте, как и в регионах. Носите маски, носите перчатки. Они действительно защищают нас от распространения инфекции. Не посещайте места в общем скоплении населения. Дистанцируйтесь друг от друга по полтора метра. В Горбольнице номер 2 колл-центр работает давно. Для приема звонков выделили три городских номера и один мобильный. Мощности не хватало. Многие все равно не могли дозвониться до лечебного заведения, которое начало утопать в жалобах. Все изменилось 11 ноября. Компьютерная техника, это все было еще установлено раньше, но здесь стояли обычные городские телефонные номера. Прием вызовов шел по трем городским номерам, один сотовый номер. Буквально с 11 ноября, спасибо, нам установили облачный колл-центр, то есть облачный АТС, новые совершенно телефонные аппараты. Неважно по какому из номеров звонит пациент, соединяет его с любым свободным или освободившимся администратором. Вызов врача на дом, запись к терапевту или узкому специалисту. Негласный топ вопросов, с которыми чаще всего пациенты обращаются по телефону. Только в конце прошлой недели обновленный колл-центр второй горбольницы принял более тысячи звонков. В колл-центре у нас непосредственно работает 3-4 человека, но сейчас вот с учетом сегодняшней ситуации работают 4 человека ежедневно. Особенно это утренние часы, так как вот это оборудование позволяет сделать анализ того, насколько интенсивно и когда поступают звонки. По нашему анализу у нас наибольший пик звонков приходится с 7.30 до 10-11 часов утра. Облачные АТС пока что имеются всего в шести регистратурах, стационарные в 19-ти. Для перевода колл-центров медучреждений на новый уровень поликлиники и больницы города получили 78 цифровых телефонных аппаратов. Оперативное реагирование – залог безопасности пациентов. В свою очередь пришла пора позаботиться и о врачах. Мне представляется о том, что наши работники сегодня до конца не защищены, не обеспечены надержащей государственной поддержкой, которую они должны получать в первую очередь, тем более в таких вот условиях. Условия пандемии и самоизоляции диктуют новые требования. В Ульяновской области подготовлен законопроект о статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников. Основной упор на формирование врачебной элиты, гарантирующей предоставление качественной медпомощи. На мой взгляд, законе о статусе нужно какие-то заложить и основы более содержательные. Но чтобы действительно этот закон, он как-то сплачивал в том числе и медицинское сообщество. Что я имею в виду? Безусловно, все, что касается кодекса профессиональной этики медицинских работников, здесь должно быть заложено, это безусловно и обговорено. Пока же обговариваются меры поддержки врачей. Статус «Ульяновский врач» станет почетным званием, а его обладатели смогут получать ежемесячную выплату из регионального бюджета. Одно из дополнительных мер поддержки медицинской работы в сфере жилищных отношений и повышения качества жизни в целом также может стать предоставленным медицинским работникам ежемесячные денежные выплаты на возмещение расходов по оплате за наем или подъем одного жилого помещения, а также увеличение со 150 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по программе губернаторской ипотеки. Последний пункт сегодня особенно актуален. По информации регионального Минздрава, 228 специалистов испытывают острую потребность в приобретении жилья. Констовары, питьевая вода и, конечно же, СИЗы. Ульяновская общественная организация татарских бизнесменов «Синбер» выразила врачам госпиталя ветеранов вполне осязаемое спасибо. Естественно, принимаем любую благотворительность, которую нам оказывают, потому что как бы нуждаемся и мы, нуждаются и наши пациенты. И вот мы очень благодарны сообществу, что они решили нам помочь и предоставили нам СИЗы, бумагу, канцелярские товары. Но самое главное, конечно, СИЗы, и сейчас нам больше всего нужны. Общими силами собраны 150 тысяч рублей. Это 100 защитных костюмов, 57 респираторов, 49 защитных очков, 200 литров бутилированной питьевой воды и констовара. Все закупленные материалы были приобретены на средства, собранные предпринимателями города Ульяновска и нашей общественной организации. В Ульяновской области порядка 40 компаний, которые передают лечебным заведениям протнаборы, обеспечивают питьевой водой, СИЗами, медицинскими и гигиеническими изделиями. Мы благодарим и наших предпринимателей, и призываем и все другие общественные объединения предпринимателей пойти, например, СИМБЕР, и также выйти с предложениями, выйти на лечебные учреждения. Либо можно выйти к нам для того, чтобы мы смогли, помогли сформировать пакеты из помощи для этих учреждений, для того, чтобы они максимально могли сегодня выполнять свою задачу. Благотворительность – дело добровольное. Нет стремления отчитаться о количественных показателях. Главное, что предприниматели сами подключаются к акции. Помочь тем, кто нуждается – лучшее решение в такое непростое время. Базу моржей на Свияге переоборудует. Проект усовершенствования должен включать в себя как минимум тренажеры для занятий греблей, спортзал, душевые и санузлы, а также место для хранения инвентаря. Коснется обновления и прилегающей территории. Проект согласуется с Ассоциацией любителей холодового плавания и природоохранной прокуратурой. Ульяновские турпроекты получат федеральные гранты на общую сумму 16,5 миллионов рублей. Их полная стоимость составит почти 31 миллион. Получатели грантов вложат в реализацию не менее 30% от объема запрашиваемого. До конца года с победителями заключат соглашение, после чего они получат деньги. Исполнение проектов рассчитано на полгода. Попасть на прием к врачу через специализированный портал не получается с конца сентября. Запросы на доктор 73 не проходят. Ульяновцев ориентируют на госуслуги. Сбой в работе регионального сервиса связан с переформатированием работы сайта. Ведется настройка интеграции с федеральной электронной регистратурой и внедрение архива электронных медицинских документов. Срок окончания работ в профильном министерстве не называется. Первая же влюбленность в Домру, еще в музыкальной школе, стала для маленькой Кати большой любовью на всю жизнь. Инструмент сам выбрал меня. Когда я пришла в музыкальную школу, мне стали показывать совершенно разные инструменты. Я помню, как меня водили по классам. Это было очень увлекательно. Но вот когда мне дали в руки Домру, почему-то я сразу почувствовала, что это мой инструмент. И дальше я уже не пойду ни в один класс, ни на какой другой инструмент. Вот как-то она такая кругленькая, такая ладненькая, лежит прямо около меня, около сердца. Поэтому я не могла уже ей изменить. Переход к мандолине тоже случился в жизни Екатерины не случайно. Этот свой выбор она связывает с самым прекрасным чувством на Земле. Мандолина – это инструмент любви, это инструмент солнца, это вот такое олицетворение романтического начала, вообще женского начала, именно в европейской музыке. Недаром на мандолине исторически играли в основном девушки. И были даже женские оркестры, мандолинисток. Мочилова знает, о чем говорит. Она не только действующая музыкант Российского народного оркестра имени Осипова, но и играющий тренер Гнесинки. Кандидат искусствоведения, между прочим. Поэтому помимо практики, сильна и в теории. В теории истории музыки. Мне больше нравится быть первооткрывательницей, может быть, где-то в репертуаре для наших инструментов. Заинтересовать композиторов, чтобы они писали, чтобы инструмент двигался вперед, чтобы он открывал для себя все какие-то новые грани. Вот это для меня сейчас очень важно. Ну а теория, конечно же, это и интересно, и сложно. Это такой особый вид, но очень полезный для всех нас. Ярослав Щедров, Константин Никихин, репортер 73. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Быть безупречным в деталях. Лучше ли с лучшим? Гросс. Гарантия совершенства. Препарат Гриппферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело. Сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. По данным сайта Гесметио, 18 ноября в Ульяновске ясно. Температура воздуха по области ночью минус 8-12 градусов, днем минус 2-6. В областном центре ночью от 9 до 11 ниже нуля, днем минус 3-5. Ветер преимущественно южный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. В Ульяновской области прошло первое заседание Межведомственного координационного совета по развитию дополнительного образования, на котором было объявлено об обновлении стратегии развития отрасли до 2030 года. Акцент в обновленном документе собираются сделать на межведомственном взаимодействии и выстраивании вертикальной системы методического сопровождения, непрерывном развитии профессионального мастерства, использовании современных цифровых инструментов и абсолютного доступа к ним, интеграции обучения, общественно полезной деятельности и персонифицированного подхода. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на доп. образование было направлено около 100 миллионов рублей. Уже реализовано 14 основных мероприятий, которые позволили создать 4595 новых оснащенных мест дополнительного образования и достигнуть показателя охвата дополнительным образованием в 81%. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим юным коллегам в эфире новостята. В начале октября прошел день открытых дверей. В креативном пространстве квартал. Многие ульяновцы знают, что такое... Многие ульяновцы знают, что такое квартал. Это место для экспериментов, творчества и идей. Не все понимаются о том, на чем нужно заявить о себе. Но не все понимают, что нужно сделать для того, чтобы выявить о себе. День открытых дверей предоставил нам возможность познакомиться с резидентами квартала. Посмотреть на их рабочее место, пообщаться и задать вопросы. Эта встреча оказалась возможностью посмотреть на пространство, как на площадку для любых креативных проектов. А также как на место... А также как на место для успешного ведения бизнеса. В конце вечера гости и организаторы обсудили день рождения квартала, который состоится в начале ноября. В ульяновске открылся модный переулок. Он получился в результате программы развития брендов, который стартовал в ульяновске в апреле этого года. Шоу-рум молодежного бренда привлек себе много внимания. Созданием первой коллекции работала команда из 12 подростков. Задача шоу-рума привлечь внимание к брендам, которые сделаны для молодежи. Открытие прошло в дружеской, неформальной обстановке. Все желающие могли предпримерить вещи у молодежного бренда и узнать об их историю. В ульяновске прошел фестиваль современной культуры. В середине октября было завершено строительство новых достопримечательностей. Местные жители в компании с художниками, дизайнерами и архитекторами создали будущий арт-объект. Местные жители в компании с художниками, дизайнерами и архитекторами создали будущий макет арт-объекта. Например, в чердаклах новый арт-объект появился на площадке перед РДК на берегу местного озера Попова. Это будет инфитеатр. В теплое время года там будут проводиться лекции и семинары. Зимой площадка превратится в каток и место для проведения соревнований по зимним видам спорта. Проект нацелен на то, чтобы местные жители сами воспринимали идею в жизни. Воплотили! Проект нацелен на то, чтобы местные жители сами воплотили идею в жизни. В планах каждого района области было построить по одной достопримечательности. Фестиваль-вечеринка прошла в Ульяновске параллельно с фестивалем «Японская культурная волна». Это событие посвящено Году молодых, поэтому в нем приняли участие молодежные коллективы. Выступление на симпатии проходило в трех направлениях. Каспре и дефиле, танцы и вокал. Всего было подано 40 заявок в сценическую программу. Помимо творческих выступлений на симпатии была представлена выставка ульяновских художников. Помимо творческих выступлений на симпатии была представлена выставка ульяновских молодых художников. Также играли настольные игры от Центра японской культуры Ульяновска. Провели традиционный конкурс «Лента желаний» от молодежной команды «Тестфест». Все участники сценической программы получили призы. Молодежные атрибутику из Тольятти, Казани и Димитровграда. Субтитры подогнал «Симон» Все в уюте и трендах знает Валерия Лобода. Ну и готова этим знанием поделиться со всеми в своей рубрике «Стиль». Доброе утро! С вами Валерия Лобода. Стиль – это не только убранство дома или ваш внешний вид. Стиль – это в первую очередь ваше внутреннее состояние. Когда вы гармоничны сами с собой, то это сразу заметно и проявляется в вашем внешнем облике. Ведь вам не нужно никому ничего доказывать или наоборот – прятаться. Как достичь этого состояния – об этом мы сегодня и поговорим. Я поделюсь с вами практическим советом, как правильно начать свое утро. Зажигаем взгляд и настраиваемся на удачный день. Берите ручку и записывайте. Проснувшись, проведите одну минуту в спокойствии и умиротворяющей тишине. Сядьте неподвижно, дышите медленно и глубоко. Будьте здесь и сейчас, в настоящем моменте. Будьте благодарны за то, что имеете. Вторая минута – это время восхваления себя. Я величайший. Снова и снова повторял себе Мохаммед Али и действительно стал величайшим. Аффирмации, то есть позитивные утверждения – это один из самых эффективных инструментов на пути к цели. Запишите и повторяйте свои ежедневные аффирмации. Те, что напоминают о вашем безграничном потенциале и важнейших приоритетах. И читайте их вслух от начала до конца. Третья минута – это практика визуализации. То есть мысленная проработка и репетиция событий. Она нацелена на создание позитивных результатов во внешнем мире с помощью вашего воображения. Закройте глаза и медленно представьте себе предстоящий день. Пусть он будет идеальным. Ведь ваш мозг работает по принципу поиска совпадений. Если мы загружаем в него некую информацию, то он считает ее единственно верной и подстраивает наше поведение таким образом, чтобы в реальной жизни произошла именно смоделированная ранее ситуация. Так что прорисуйте все подробности предстоящего дня в своем воображении. И потом наслаждайтесь тем, как все гладко складывается. Четвертую минуту – посвятите укреплению своей самооценки и уверенности. Это можно сделать с помощью дневника, потому что он помогает запечатлеть мысли, идеи, озарения, достижения, успехи и выученные уроки. Запишите в дневник все, за что вы благодарны судьбе, перечисляя свои достижения и маленькие, и большие победы, которые с вами уже происходили, и те, которые ждут вас в этот день. Отлично поднимает настроение и вселяет в вас уверенность эта практика с дневником. И, наконец, не забудьте сделать зарядку. Несложные физические упражнения очень эффективно помогают проснуться. Зарядка повышает уровень вашей энергии, уверенность в себе, укрепляет здоровье и эмоциональное благополучие. Проведите одну минутку в движении. Это может быть бег на месте, прыжки, ноги вместе, ноги врозь, отжимания, приседания, да что угодно. Возможно, у вас не сразу получится сделать все по списку, это не страшно. Помните, прогресс наступает по мере развития. Как только действия войдут в привычку, все станет гораздо проще, и каждое утро будет добрым. Взгляд будет гореть, плечи будут расправлены, и ваше внутреннее состояние гармонии найдет выход в вашей красоте, привлекательности и настроении вашего интерьера. Будьте с нами, смотрите рубрику «Стиль», и тогда ваш интерьер будет стильным и красивым, ваше внутреннее состояние будет гармоничным, и каждый день вы будете ловить на себе восторженные взгляды окружающих. Ну что же, дорогие друзья, это «Утро с репортером», движемся вперед. И не знаю, Кать, задумывалась ли ты когда-нибудь, что слова «вожатый» и «ведущий» схожи между собой? Не находишь ли ты какой-нибудь такой аналогии? Ну если брать «вожатого» в качестве того, кто ведет за собой людей, конечно, аналогия прослеживается. А с чего это ты про «вожатых» заговорил? Ну дело в том, что... И как хочешь подвести к нашим гостям? Конечно, наши гости, они уже здесь, и они ведут. Они ведут за собой. А вот кого ведут? Куда? Это все к гостям. Каким образом? Мы сейчас узнаем от наших гостей. Давайте с ними знакомиться. Этим утром с нами Алексей Ефанов, педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи и финалист всероссийского конкурса «Лига вожатых». И Полина Левукова, руководитель педотряда «Черная икра». Как тебе название? И финалистка конкурса «Лига вожатых» и «Старший вожатый лагерь Волжанка». Полина, Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну раз уж мы заговорили так вот о «Черной икре», давайте вот я утром предлагаю про эту тему еще немножечко поговорить. Что за название такое «Черная икра»? Очень изысканное название. Мы придумали, то есть, ну, как все знают, «Черная икра» — это деликатес, который не по силу всем, не по цене, да, не по карману. И так наш педагогический отряд собрал в себе коллектив вожатых, самых-самых лучших, самых отборных, которые готовы идти до конца, нести свет, улыбки, радость детям. И как «Черная икра» оставляет после вкуса себе, так и наши вожатые оставляют в душе ребенка. Железная аргументация. В душе ребенка тоже положительные эмоции. А кто-кто автор такого названия? Автор названия у нас очень большая команда, они создавали сами, да, конечно, путем дискуссий, всяких обсуждений. На праздники с «Черной икрой» отвечаете. Естественно, всегда, только с ними. Неплохо мы начали с вами, неплохо. Ну что ж, «Лига вожатых». Да, «Лига вожатых». Что это за конкурс такой? «Лига вожатых» — это всероссийский конкурс, который с организаторами, которых является Российское движение школьников и Росдет-центр. И он уже проходит, точную информацию не скажу, но очень много, да. То есть даже вот я участвую уже третий раз, вот в третий раз, как говорится, бог любит троица. Да, да, да. И успеешь. В третий раз вышел в финал. То есть это конкурс, где предоставляются все условия для развития как педагогов, так и вожатых стажеров, которые работают с временными и постоянными детскими коллективами. Это как раз вот тот самый некий толчок, некое такое развитие, которое идет в плюс. Вот скажу честно, в моем понимании, на моей памяти вожатые, это вот когда школьный лагерь, студенты, что живут там, да, проходят практику какую-то и отправляются быть вожатыми. То есть, ну, вот это вот что-то такое, вот ты был вожатым, да, закончил университет, и все. А я так понимаю, что люди-то этим занимаются постоянно. На постоянной основе, да. Действительно, да, у нас есть большая организация, например, российские студенческие отряды, которые я представляю, и на базе этой организации созданы педагогическое направление, педагогические отряды, которые собирают коллектив, собирают вожатых, обучают их, и летом отправляют, не только летом, круглогодично даже есть лагеря, которые действуют, отправляют их работать с детьми в лагерь, как и на Черноморское побережье, так и за границу, так и на наши региональные лагеря. Поэтому организация живет, дышит, и после студенчества трудно распрощаться с этим, поэтому мы снова-снова возвращаемся в лагерь. И появилось еще ведь такое определение, как вожатый новой формации. Это вот что такое? Вот действительно, вот Катя вспоминает школьные лагеря, я вспоминаю пионерлагерь, а вот новая формация, это что за? Ну, смотрите, лагерей, на самом деле, разных видов их много. Есть стационарные лагеря, есть лагеря дневного пребывания, и их очень много. Сейчас появилось новое, скажем так, современное веяние. Это онлайн-лагеря, да. У нас даже на базе Дворца творчества молодежи проводился онлайн-лагерь в течение трех месяцев, ну, двух месяцев мы вместе с ребятами активничали. То есть, опять же, проект, учитывая, что сейчас он перешел на онлайн-формат, дает возможность развиться вожатому, скажем так, в форме онлайн. И это действительно ему поможет, и... В дальнейшей жизни, вообще, да, сфера своей деятельности. Ну, то есть, вот Лига вожатых 2020 существенным образом отличается от предыдущих, наверняка, да? Да, она отличается. Ну, самок, конечно. Три раза я участвовал. Первый раз не удалось пройти первый этап, во второй раз удалось пройти второй этап, но я не прошел на федеральный, и вот в третий раз получилось и с первым, и со вторым этапом, и прошли мы сразу в финал. Но там были свои формальности, потому что конкурс менялся на ходу. Если первый этап, это было педагогическую ситуацию, нужно было решить, второй этап, это нужно было из каких-то конкретных слов, которые были на карточках, составить активность. И дальше получилось так, что проект, точнее, этот конкурс перешел на онлайн-формат. Оргкомитет решил сделать... Изначально было еще полуфинал, но полуфинал у нас был бы в Москве, в Казани, а финал в Москве. В Москве уже, да? Но такие вот ситуации и вожатому также нужно уметь подстроиться под такие сложные ситуации. Много участников? Участников было более 4 тысяч, а в финал прошли 889 всего лишь. А от нашего региона? От нашего региона прошли 11 участников в разных номинациях, и в том числе российских студенческих отрядов. Дворца творческих детей и молодежи, да. Были, как вот, наши номинации, это старшие вожаты, были вожаты, которые работают с постоянными коллективами, с временными коллективами, вожатые стажеры, то есть были ребята, которые несовершеннолетние, 17-летние вожатые стажеры, которые хотят уже попробовать себя в этом русле, так назовем. Тоже прошли финал. Дэнди, знаешь, мне кажется, у вожатых всегда очень много разных историй. Мне кажется, за опыт приготовился. Конечно, наверняка. Поделитесь какой-нибудь интересной, забавной историей. Алексей и Полина. Такая небольшая, короткая история. Пожалуйста. Работал я в лагере «Березка», который находится в Тернигульском районе, и, опять же, основываясь на сложных ситуациях, которые могут возникнуть, то есть все хорошо, у меня отряд был средний, среднего возраста, от 12 лет, да, наверное? Ну да, 10-12 лет. И так получилось, что у нас в лагере произошел, ну, что, нормально было, проходили мероприятия, и произошел шторм. У нас там в некоторых местах повалились деревья. О, как. И тут вот самое такое важное было вожатому отвлечь свой отряд от того, что происходит вокруг. То есть вы сидите в своем помещении. Это в избежении паники какой-то? Да, да, да. То есть понятно, что дети это такой возраст, да и дети, и подростки есть тем более такие, кто боится грозу, боится, когда что-то происходит страшное. можно понять. Так. Начинается с родителями. Но при этом есть такие, которым все надо. Наоборот, побежать, грозу посмотреть. Есть такие, и это тоже нужно учитывать, чтобы дерево какое-нибудь... Ну, конечно. И что, как вы отвлекали внимание? Для этого существуют различные активности, различные игры, которые проводятся именно в помещении. И действительно, то есть мы проводили значит, для них рекорды Гиннеса, то есть делали различные номинации, и они вместе участвовали. Увлекались, да? Да, и это... Шторм прошел мимо. Шторм прошел мимо, да. Шторм был внутри. Потом, когда, соответственно, мы вышли, дети такие смотрят, а где? Лавочка. Например. Ну, понятно. А, Полина, вы что-нибудь такого драйвового... Я тоже думаю, думаю. Знаете, вот в лагере это такая... Такая атмосфера, такая... Такое место, куда приезжаешь за воспоминаниями, за моментами жизни, и вот такие моменты, они как бы улетучиваются. Возможно, остается полностью просто одна картинка, которая сгреет себе душ. Вот сейчас я думаю, вспоминаю, слушаю историю Алексея, и вот эту историю тоже вспоминаю, когда я сама была ребенком в лагере и смотрела, например, своих вожатых. Почему я загорелась этим? Загорелась этой стесей, да, и захотела стать. Потому что были хорошие примеры, достойные примеры, за которыми хотелось идти и сделать так, чтобы твои дети уже смотрели на тебя и уже шли за тобой следом. Ну, как сейчас получается... Тяжело вести детей, когда их много, когда они все разные со своими характерами. некоторые там начинают вставать в позу, я не пойду за всеми там. Конечно. Действительно, тяжело бывает, потому что где-то хватает тебе опыта и знаний, где-то недостаточно и нужно что-то применить, советоваться со старшими коллегами, возможно, с директором, с заместителем директора, с старшими вожатыми. Но не зря же проходят курсы вожатые наши. Они у нас обучаются с января до мая, прям приблизительно 4-5 месяцев они у нас проходят обучение, обучаются от игр, всяких активностей до нормы СанПИНа и документации. Хотя вот активность, они как-то меняются, что-то новое придумывается, откуда это берется все? В различных лагерях везде по-разному, конечно, да, где смотрим... На мнение детей, что им интересно. Некоторые дети приезжают из года в год, и им хочется, например, чтобы одни мероприятия повторялись. разобрание, конечно, хочется. Где-то новое. Смотрим, советуемся с коллегами из других регионов, смотрим, где активность зашла, где не зашла. Тем более, сейчас онлайн-формат, когда из 21 века уже легко общаться и принимать опыт, это действительно сделать проще. А вообще, ведь вожатые несут персональную ответственность, да? Здоровье. В оффлайн. За жизни. И в оффлайн тоже, и в онлайн тоже. И в онлайн тоже. Потому что даже делает ту же самую зарядку, наверное, такие ситуации в Полине тоже были, когда даже делаешь зарядку вместе с детьми, танцуешь перед камерой, может возникнуть такая ситуация, что он танцует-танцует, рядом с ним стоит стол, он ударился. А как вы можете предусматривать? Ну, какой-то ликбез, что ли, инструкция по безопасности? Это тут можно двумя способами. Один раз можно какой-то в игровой форме сказать, что вот, смотрите, чтобы у вас вокруг никого не было, так далее, так далее, учитывая, опять же, возраст. Ну, либо просто как беседы. Ну, также, конечно, можно посоветоваться с родителями. Первоначально нас родители тоже заключают, если в онлайн-режиме берем, как и оффлайн, заключать соглашение о том, что они не против, чтобы их дети участвовали в этом лагере, так назовем. И, конечно, с ними поговорить в отдельной форме, как вожатые, так и старшие вожатые, чтобы контролировали действие. У нас же сколько часов на эти активности? В онлайн-формате? Да. Ну, вообще, по Санпину есть норма Санпина. Можно смотреть. Предполагается то, что у разных возрастов различное время. То есть, если у младших, например, не более 30 минут, по-моему, можно перед экраном находиться, побольше старших, то 40 минут. Вот. А если брать целый день, то это должно быть там два часа. С перерывами. Два часа, допустим, в первый половин дня, а два часа во второй. Ну, вот вы вожаты с опытом уже. И вы, Полин, и вы, Алексей. И, конечно же, по большей части ваш опыт он основывается на оффлайн, так скажем, да, варианте. Да. Вот. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот онлайн-формат, он хорош, ну, лагерь, я имею в виду, он хорош как временная мера? Или все-таки вы еще и голосуете за то, что это, и форма существования лагеря и в дальнейшем? Я голосую за временную меру, потому что... Ничто, мне кажется, не заменит вот этого вот ответа. И с вами, с вами согласен. Это потому что... Школьники год ждут этого. Ну, а в чем разница, простите, тогда, да? Вот если с онлайн-форматой через экран мы не можем прочувствовать запах костра, звук гитары... Ну, лагерь же, мне кажется, это атмосфера, это общение, это вот прямая коммуникация такая. Они вот живут, например, в одном отряде, в одной комнате, да, девочки, мальчики контактируют, там у них свои дискотеки. Ну, конечно. Да, конечно, потанцевать флешмобу перед камерами, это одно, это как временные меры хорошо. Это одно, да. Но что заменить, когда вот собирается... Медленный танец. Медленный танец, действительно. Правильно, правильно. Ну, я понял. А вы, Алексей? Ну, тут, знаете, двоякое, потому что в каких-то ситуациях онлайн-лагерь он удобный. Например, если у вас... Если вы, допустим, не онлайн были в каком-то другом регионе и хотите продолжать, допустим, общаться с ребятами... Ну, как раньше по переписке... А тут можно сделать совместную деятельность и развиваться самим, развиваться тем детям, которые у вас приезжали, допустим. Вот. Так что, конечно, больше... Ну, как вариант. Есть еще и категория людей, которые не могут присутствовать в оффлайне, да. Поэтому это как одна из форм. Ну, да. Не постоит. Ну, так как сейчас у нас вот эти были всякие взаимодействия и активности в онлайн-формате, мне кажется, и дети, и вожаты приобрели те навыки, которые даже после оффлайн-змен помогут им собираться вместе в зуме, в том же, да, в скайпе, созваниваться и проводить время вместе, потому что встретиться после лагеря не всегда возможно. Да. Ну, что же, дорогие друзья, в лагере я, к своему большому сожалению, не был никогда. Я был только в санаториях, но такое ощущение, что... Но в санаторий с тобой не играли. С тобой не играли. А вот Алексей с Полиной как-то вот так сегодня провели беседу, что вот атмосфера, запах костерка такой, вот такая атмосфера общения, жизнерадостности, и вот ощущение лагеря. Возьмите мальчика к себе на следующий раз. Да, пожалуйста. В оффлайн только. Ну, я тоже не был в лагерях ребенком. Ну, мы еще раз вас пригласим и продолжим. Ну что ж, такие вот у нас гости. Спасибо за беседу. Я напоминаю, что этим утром с нами были Алексей Ефанов, педагог, организатор Дворца творчества детей и молодежи и финалист конкурса Лига Вожатых. И Полина Левукова, руководитель педоотряда Черная икра, финалистка конкурса Лига Вожатых и старший вожатый лагеря Волжатка. Это утро с репортером. Движемся далее. Итак, вновь начинаем утро с зарядки, ведь физическая активность в утренние часы придаёт бодрости, ты, наверное, хотел сказать. И просыпаться становится значительно легче, быстрее, активнее. Ну, если, конечно, вот она, эта самая зарядка, пусть даже небольшая, но произошла. После физкультуры активизируется кровообращение, как минимум. На самом деле, да. Это так. Все органы и ткани начинают активно насыщаться кислородом, ощущается прилив энергии, улучшается самочувствие. Мозг, получившись свою порцию кислорода, активно включается в рабочий процесс. Ну, а также улучшает физическую форму, ведь регулярные занятия приводят к укреплению мышечных тканей. Ну, а еще физкультура положительно влияет на состояние здоровья позвоночника и суставов. Утренняя зарядка стимулирует метаболизм, благодаря этому человек постепенно обретает красивые формы. Некоторые мышцы подкачиваются, появляется стройность, подтягивается живот. Зарядка подразумевает набор простых упражнений, которые направлены на разогрев мышц и проработку суставов. Никаких чрезмерных нагрузок утренняя физкультура, ну, по крайней мере, не должна содержать, а поэтому она вызывает, точнее, не вызывает, а ощущение усталости или же боли. Наши слова в рубрике ЗОЖ прямо сейчас подтвердит Оксана Галиева. Смотрим. Доброе утро! С вами Оксана Галиева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги. Сегодня я хотела вам показать небольшой комплекс на работу с грудинно-ключичной сосцевидной мышцей. Казалось бы, мышца незаметная, но она очень важная для того, чтобы улучшить и кровоток, идущий в голову, и в лицо, и в волосы, и в нашей мозге. Итак, с чего мы начнем? Мы ее должны пропальпировать и понять, что же это такое. Когда мы поворачиваемся в бок, мы видим выступающий вот такой вот выступающий жгут. Это и есть крепление от ушка и до еремины впадинки. Мышца немножко уходит, прикрепляясь к ключице. Поэтому, для того, чтобы с ней работать, вы можете мягко пройти пальчиками, зацепляя ее без болевых ощущений в одну и в другую сторону. Очень часто верхние и нижние пучки зажаты. Далее мы сделаем разминку. Мы держим себя под ереминой впадинкой, расслабляя пальчики, удлиняя переднюю поверхность шеи. Делаем несколько скручивающих положений, смотрим в сторону. Затем мы заставим мышцу навременно сжаться. Каким образом? Мы поворачиваемся максимально назад и опускаем подбородок к плечу. Это один из вариантов. Мы можем его выдерживать от 30 секунд. Либо мы поворачиваемся в сторону и поднимаем максимально плечо к подбородку. эффект будет практически тот же. Также держимся по 30 секунд. И затем нам нужно растянуть рабочую зону. Мы поворачиваемся в противоположную сторону, держимся тыльной стороной пальчиков и удлиняем мышцу вверх и вниз по всей длине. Делаем это медленно и приятно. Не бойтесь, никаких вен вы не повредите и не пережмете. То же самое мы повторяем на другую сторону. Этот комплекс можно делать как утром, так и вечером. Будете себя прекрасно чувствовать, будете всегда румяными и здоровыми. Хорошего вам дня! до конца ноября в Ульяновской области на базе городской больницы номер 3 будет создан центр телемедицины. Специалисты там будут работать в круглосуточном режиме. Центр заберет на себя в том числе консультативную помощь и динамическое наблюдение за пациентами, которое переносит COVID-19 в легкой форме. Это дополнительные меры, которые должны разгрузить первичное звено здравоохранения. Основными направлениями деятельности центра должны стать организационно-документальное взаимодействие между медорганизациями Минздравом Ульяновской области и Минздравом Российской Федерации по вопросам применения теремедицинских технологий для оказания помощи в дистанционном формате. Вторым направлением будет организация дистанционных консультаций пациентов. Еще один аспект совершенствования оказания медпомощи с применением новых технологий. Сейчас необходимо оснастить центр оборудованием, провести обучение сотрудников и как можно быстрее выстроить модель работы. Кроме этого региональный Минздрав выступил с инициативой выделения гранта на уровне правительства Ульяновской области на разработку регионального мобильного приложения, которое включит в себя электронную запись, теле- и аудиоконсультации, дистанционную выписку рецептов и листов нетрудоспособности. Рубрика о главном продолжит наш эфир. По данным сайта stopcoronavirus.rf в России за сутки выявлено 22 410 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело около миллиона 970 тысяч человек. В Ульяновской области за сутки зафиксировано 227 новых случаев заражения. Больных в активной фазе около 4500. Умерло с начала пандемии 306 жителей региона. Выздоровело 19 663 человека. В очередной раз межведомственная мониторинговая группа совместно со специалистами корпорации развития промышленности и предпринимательства в сопровождении сотрудников полиции и народной дружины проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах. Плюс проконтролировали заведения общепиток, которые, или по новым правилам, не должны работать в ночное время. Напомню еще раз, согласно указу губернатора, сотрудники торговли на рабочих местах обязаны находиться в масках. Первый нарушитель уже попался, пожалуйста, вставляют протокол. Но стоит помнить, все-таки подобные рейды призваны не запугать людей, не насобирать штрафов, а лишний раз напомнить о мерах безопасности и только так мы победим коварный ковид. Людям старше 65 по возможности быть дома, а если выходить, то до ближайшей аптеки или магазина. Школьникам и несовершеннолетним в целом закрыт путь торговой центра без сопровождения взрослых. То есть помочь родителям сделать покупки можно, а вот тусоваться в ТЦ больше не выйдет. Буквально с понедельника мы совместно начинаем ряд таких рейдов, где будем разъяснять детям несовершеннолетним о том, что нельзя находиться и обращаться к их родителям. В том числе хотел бы предупредить родителей и дети без сопровождения взрослых находятся на территории торговых центров. И конечно во время пандемии никаких вечеринок. Вплоть до 10 января 2021 решено закрывать рестораны, кафе, буфеты, бары, в целом все ночные развлекательные заведения с 22 вечера до 7 утра. Биза смирился и согласился. Я это прекрасно понимаю и отчасти поддерживаю нашу власть, губернатор. Единственное, конечно же, надо договариваться и понимать, что мы не можем стоять, нам тоже надо работать, надо встречаться, надо общаться, надо принимать пути, чтобы мы не обанкротились, что как раз на сегодняшний день нам, скорее всего, и грозит. Такая мера необходима, чтобы минимизировать контакты между людьми и тем самым снизить заболеваемость. Тут ситуация двоякая. Мы пытаемся перейти на жизнь в пять, но наши гости к этому морально не привыкли. Основной запрос от наших гостей о том, что они требуют, чтобы они успели закончить спокойно свой рабочий день. Это в среднем где-то пять часов, шесть часов вечера. Не выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит серьезными штрафами. Должностные лица могут потерять от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Юрлиц могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Или даже совсем приосновить деятельность на срок до 90 суток. Предпринимателям штрафы и ограничительные меры. Пожилым социальная поддержка. Естественно, она необходима, потому что иначе человек окажется как на льдине беспомощными отвергнутым. Речь о помощи и на льдине никого не оставят. Сосработники, волонтеры, неравнодушные люди помогут. Принесут лекарства, продукты, уберутся дома, проведут досуг. Внимание и участие главные препараты при борьбе с любой пандемией. Сознанием дела профессионалист, высокий уровень культуры, умница, чувствуется, человек содержательный, лишнего и не скажет. И на мои разговоры, когда сидишь в одиночестве, то хочется хоть что-то сказать, реагирует положительно. Приходит периодически, но всегда вовремя. Сосработники воспринимают такую работу, как долг. Почетного возраста достигнут многие. И главное в старости быть счастливым. Смотрим на самочувствие. Если что-то надо врача вызывать, конечно, вызовем. И обзвоним практически каждый день, как себя чувствуют. В общем, я как дочки. Как дочки в основном. Такая вот наша работа. Помогают и финансово, не сосработники, правительство. Последняя инициатива обнадежила многих. Единовременную выплату в размере двух с половиной тысяч рублей предлагается установить тем, кто переболел коронавирусом. Это люди, относящиеся к категории, малообеспеченные. Категории определены это старше 60 лет, беременные женщины, семьи, находящиеся в социально опасном положении и люди с инвалидностью, которые переболели ковидом. Льготу и компенсацию за лекарства, которые они покупали на личные деньги, смогут получить пока что только ноябрьские пациенты госпиталей. Чтобы рассчитывать на государственную поддержку, нужна выписка из больницы и справка о доходах за последние три месяца. Более четырех километров водопроводных сетей заменят в следующем году в Сурском районе. В 2020-м на водоснабжение муниципалитета было направлено почти 7 миллионов рублей, которые пошли на очистку артезианской скважины в селе Лава. Ремонт водопровода в Сурском, деревне Лебедевка и селе Острадамовка. А еще отремонтировали водозаборы в Хмелевке, а также каптаж родника и водопровода в селе Архангельское. На работы 2021 года заложено более 7 миллионов рублей. Непосредственно в рабочем поселке Сурское заменят участки водопроводов по улицам Энгельса, Жигарина и Хазова, а также проведут очистку водозаборной скважины. В селе Полянки заменят водонапорную башню. Кроме того, по обращению главы Сурского района найдено техническое решение по проектированию строительства центрального водопровода в селе Ждамирово. Соответствующее поручение о подготовке проекта глава региона дал Министерству энергетики, ЖКК и Госсреды, а также предприятию Ульяновский областной водоканал. Рубрика «Это интересно» продолжит утренний эфир. Торжественное открытие Димитровградского кванториума состоялось в минувшую пятницу. Здание ДТК, на базе которого работает технопарк, преобразилось как внешне, так и внутри. Современные технологии встречали гостей уже у входов квантотехнопарка. Привет, я работаю губернатором. Привет, я работаю губернатором, поэтому хочу от души себя приветствовать. Первый, кого я вижу из 21 и 22 века. На выбор Димитровградским ребятам предлагается шесть актуальных и интересных квантумов. Автоквантум, промдизайн-квантум, IT-квантум, промробоквантум, биоквантум, хай-тек-цех. Занятия в очно-дистанционном формате в технопарке начались уже в сентябре. Так, Валерий Кулыгин, к примеру, занят макетом 3D-браслета. Я занимаюсь пока с двумя моделями. Картинка моделей одинаковая, но у них есть целых три разницы. Во-первых, вес, во-вторых, размер, и в-третьих, это плотное заполнение. Для главы региона провели экскурсию по всем квантам, чтобы показать все возможности, на которые рассчитан технопарк. Глава региона отметил, что сеть подобных учреждений позволит нашей молодежи получать важнейшие знания и навыки. Успех каждого технопарка во многом зависит от его партнеров. Сергей Морозов призвал работодателей и предприятия Димитровграда рассмотреть возможность сетевого партнерства, приоризации совместных проектов с технопарком. Димитровград крепко стоит в 21-м месяц. Более того, я думаю, что то, что мы сегодня видим за этими стеклянными стенами, это звезды, которые прославят город и сделают и себя успешными, и свои семьи. На самом деле, еще от того, что они сейчас эти знания, которые они приобретают, очень востребованы. Базовым форматом образовательного процесса в детском технопарке станет проектная деятельность. Кроме этого, будет реализована традиционная для федеральной сети технопарков программа «Инженерные каникулы», в рамках которой планируется проводить экскурсии по технопарку, мастер-классы, различные направленности, квесты и игры. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специальный для «Репортер 73» из Димитровграда. Ну что, а теперь продолжаем будоражить умы телезрителей тем, что перед Новым годом телеканал «Репортер 73» разыгрывает сразу 21 телевизор. Да, причем, Катя, для победы многого не требуется. Главное – зайти на наш сайт www.reporter73.tv найти там викторину. Так, правильно. Конечно, при этом еще нужно ответить на все 10 вопросов, друзья. И тогда именно вы станете счастливым обладателем главного украшения новогоднего стола, проще говоря, телевизора. Совсем уже скоро начнем подводить итоги, так что поторопитесь. Новый год принято встречать с новым телевизором. А вы не знали? Телеканал «Репортер 73» в канун Нового года запускает супер-акцию. В декабре в ежедневном шоу «Утро с репортером» ведущий эфир отдарит телевизор нашим лучшим знатокам-зрителям. Лови свой шанс. Заходи на сайт reporter73.tv, отвечай правильно на вопросы телевикторины и смотри «Репортер 73» на 21-й кнопке во всех кабельных сетях Ульяновской области и на 9-й кнопке первого мультиплекса. В канун наступающего 2021 года мы разыграем «Да, 21 телевизор», «Репортер 73», региональный телеканал Ульяновской области. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Утро понедельника, первый день каникул. Ульяновский школьник едет на трамвае по давно заученному пути домой из поликлиники. Ничего не предвещает неприятностей, но в ситуацию вмешиваются сразу несколько факторов. Наличных денег на проезд нет и как раз в этот день 16-го числа отменяют бесплатный проезд для школьников по картам. Кондуктор его спросил «Ты школьник?» Ну, по нему видно ему 10 лет, он маленький. Он, естественно, сказал «Да». И если дословно, кондуктор ему сказал «Ну, либо готовь 20 рублей, либо выходи отсюда». Но денег у него с собой не было тоже. Вот и он забыл, и я забыл. Ну, вот бывает, к сожалению, такое. И все, его высадили, он позвонил мне, что делать. Ну, добежал обратно на поликлинике, я уже отпросилась, там, забрала его, отвезла. С 11-го сентября в Ульяновске-Димитровграде действует бесплатный проезд для школьников с 1-го по 11-й класс. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо оформить справку в школе. Ее требуется предъявлять кондуктору. На время каникул необходимость ежедневно куда-либо ехать отпадает. Во время каникул в октябре. Сегодня первый день каникул, переходный день. На предприятии проведен соответствующий инструктаж с кондукторским и водительским составом. Объявление разместили, но только в 13.51. До этого момента многие школьники могли попасть в неприятную ситуацию, просто не зная об отмене бесплатного проезда. При этом высаживать их в любом случае не имели бы права. 16-е число, переходный день, персонал об этом оповещен. В этом конкретном случае со слов руководства Ульяновска электротранса утром произошла авария. Соответственно, попросили выйти вообще всех, так как движение было заблокировано. Всех пассажиров, в том числе и этого мальчика, водители и кондуктор предупреждали о том, что движение трамваев по улице Локомотив не осуществляется в связи с дорожным транспортным происшествием и просьба выйти из вагона. Значит, ни водитель, ни кондуктор мальчика насильный из вагона не высаживали, а просто предупредили о том, что нужно выйти из вагона или продолжить движение до улицы Корсунской. В России сложилась определенная негативная практика, когда юных пассажиров высаживали на мороз или в незнакомом месте. Но ульяновские контролеры стараются такого не допускать. Конечно, как ребенка выгонишь на улицу. Естественно, едет, куда ему надо. То есть, вы не будете угонять? Конечно, нет. Это, считаю, преступление. Однако, факт остается фактом. Ребенок глубокой осенью оказался на улице. В этот раз обошлось, но госпожа удача не вечная. Министерство просвещения настоятельно рекомендует школьникам не совершать самостоятельных вояжей в период каникул. Тем более, что Минкультура подготовила обширную программу онлайн-отдыха. Они предлагают открытые мастер-классы, публичные лекции, просмотр видеоспектаклей, библиотечные уроки. К нам присоединяется детский технопарк Кванториум, IT-куб, у которых тоже запланировано большое количество мастер-классов бесплатно в онлайн-формате. То есть все учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, образовательные учреждения разработали свои планы. И я думаю, что у каждого ребенка есть чем заняться на каникулах дома. Эта аппаратура роботизированная позволяет нам... Учить сегодня, да? Да, абсолютно верно. Учат ходить, учат восстанавливать функции после перенесенных операций. Зачастую пациенты, перенесшие операции на головной мозге, на позвоночнике, утрачивают эту функцию и необходимо очень интенсивное восстановление. Будущее наступило. Современные технологии помогают человеку стать здоровым. В Димитровградском реабилитационном центре медицинской радиологии буквально творят чудеса. От диагностики до полного восстановления. На двух этажах есть все, чтобы помочь онкопациентам и не только. Также мы можем позволить себе расширить спектр оказания медицинских услуг и заниматься реабилитацией неврологических пациентов, пациентов после операции на опорно-двигательном аппарате, ну и других заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта, и неврологической патологии, которая достаточно широко представлена. Прежде чем лечить, нужно научить. Оборудование новое, медикам предстоит с ним познакомиться. В этом им помогут иностранные коллеги, разработавшие специальную программу. Пандемия медицину не тормозит, наоборот, дает толчок вперед, в кризисных ситуациях развивает ее. В это же время система сбоит, показывая все недочеты. О них и поговорили первые лица региона в Димитровграде на специальном штабе. На фоне пандемии, борьбы с коронавирусом, нам нужно решить две задачи. С одной стороны, это сохранить жизнь и здоровье наших граждан, с другой стороны, сделать максимально все, чтобы не остановить экономику, для того, чтобы обеспечить занятость населения, обеспечить соответствующие потоки в бюджет для обеспечения социальных обязательств. И для этого регионам принимаются очень большие усилия. Вывод один. Здоровые люди, здоровая экономика и многие другие сферы. Требования незначительные, но очень важные. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Не просто так, те ограничительные меры, прописанные в федеральном 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 французе, так и в регионах. Носите маски, носите перчатки, они действительно защищают нас от распространения инфекции. Не посещайте места в общем скоплении населения, дистанцируйтесь друг от друга полтора метра. В горбольнице номер два колл-центр работает давно. Для приема звонков выделили три городских номера и один мобильный. Мощности не хватало. Многие все равно не могли дозвониться до лечебного заведения, которое начало утопать в жалобах. Все изменилось 11 ноября. Компьютерная техника, это все было еще установлено раньше, но здесь стояли обычные городские телефонные номера. Прием вызовов шел по трем городским номерам на один сотовый номер. Буквально с 11 ноября, спасибо, нам установили вот этот облачный колл-центр, то есть облачный АТС, новые совершенно телефонные аппараты. Неважно, по какому из номеров звонит пациент, соединяет его с любым свободным или освободившимся администратором. Вызов врача на дом, запись к терапевту или узкому специалисту. Негласный топ вопросов, с которыми чаще всего пациенты обращаются по телефону. Только в конце прошлой недели обновленный колл-центр второй горбольницы принял более тысячи звонков. В колл-центре у нас непосредственно работает 3-4 человека, но сейчас вот с учетом сегодняшней ситуации работают 4 человека, ежедневно, особенно это утренние часы, так как вот это оборудование позволяет сделать анализ того, насколько интенсивны и когда поступают звонки. По нашему анализу у нас наибольший пик звонков приходится с 7.30 до 10-11 часов утра. Облачные АТС пока что имеются всего в 6 регистратурах, стационарные в 19. Для перевода колл-центров медучреждений на новый уровень поликлиники и больницы города получили 78 цифровых телефонных аппаратов. Оперативное реагирование залог безопасности пациентов. В свою очередь пришла пора позаботиться и о врачах. Мне представляется о том, что наши работники сегодня до конца не защищены, не обеспечены надежащей государственной поддержкой, которую они должны получать в первую очередь, тем более в таких вот условиях. Условия пандемии и самоизоляции диктуют новые требования. В Ульяновской области подготовлен законопроект о статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников. Основной упор на формирование врачебной элиты, гарантирующей предоставление качественной медпомощи. На мой взгляд, в законе о статусе нужно какие-то заложить и основы более содержательные. Но, чтобы действительно этот закон, он как-то сплачивал в том числе медицинское сообщество. Что я имею в виду? Безусловно, все, что касается кодекса профессиональной этики медицинских работников, здесь должно быть заложено, это безусловно и обговорено. Пока же обговариваются меры поддержки врачей. Статус «Ульяновский врач» станет почетным званием, а его обладатели смогут получать ежемесячную выплату из регионального бюджета. Одно из дополнительных мер поддержки медицинской работы в сфере жилищных отношений и повышения качества жизни в целом также может стать предоставлен медицинским работникам ежемесячные денежные выплаты на возмещение расходов по оплате за наем или подъем одного жилого помещения, а также увеличение со 150 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по программе губернаторской ипотеки. Последний пункт сегодня особенно актуален. По информации регионального Минздрава, 228 специалистов испытывают острую потребность в приобретении жилья. Констовары, питьевая вода и, конечно же, СИЗы. Ульяновская общественная организация татарских бизнесменов СИНБЕР выразила врачам госпиталя ветеранов вполне осязаемое спасибо. Естественно, принимаем любую благотворительность, которую нам оказывают, потому что как бы нуждаемся и мы, нуждаются и наши пациенты. И вот мы очень благодарны сообществу, что они решили нам помочь, и предоставили нам СИЗы, бумагу, канцелярские товары, но самое главное, конечно, СИЗы, и сейчас нам больше всего нужны. Общими силами собрано 150 тысяч рублей. Это 100 защитных костюмов, 57 респираторов, 49 защитных очков, 200 литров бутилированной питьевой воды и канцтовара. Все закупленные материалы были приобретены на средства, собранные предпринимателями города Ульяновска и нашей общественной организации. В Ульяновской области порядка 40 компаний, которые передают лечебным заведениям протнаборы, обеспечивают питьевой водой, СИЗами, медицинскими и гигиеническими изделиями. Мы благодарим наших предпринимателей и призываем и все другие общественные объединения предпринимателей пойти, например, СИМБЕР и также выйти с предложениями и выйти на лечебные учреждения, либо можно выйти к нам для того, чтобы мы смогли помогли сформировать пакеты из помощи для этих учреждений, для того, чтобы они максимально могли сегодня выполнять свою задачу. Благотворительность — дело добровольное. Нет стремления отчитаться о количественных показателях. Главное, что предприниматели сами подключаются к акции. Помочь тем, кто нуждается, лучшее решение в такое непростое время. Первая же влюбленность в домру еще в музыкальной школе стала для маленькой Кати большой любовью на всю жизнь. Инструмент сам выбрал меня. Когда я пришла в музыкальную школу, мне стали показывать совершенно разные инструменты. Я помню, как меня водили по классам. Это было очень увлекательно. Но вот когда мне дали в руки домру, почему-то я сразу почувствовала, что это мой инструмент, и дальше я уже не пойду ни в один класс, ни на какой другой инструмент. Вот как-то мандолине тоже случился в жизни Екатерины не случайно. Этот свой выбор она связывает с самым прекрасным чувством на земле. Мандолина это инструмент любви, это инструмент солнца, это вот такое олицетворение романтического начала, вообще женского начала именно в европейской музыке. Недаром на мандолине исторически играли в основном девушки, и были даже женские оркестры мандолинисток. Мочилова знает, о чем говорит. Она не только действующая музыкант Российского народного Гнесинки. Кандидат искусствоведения и между прочим. Поэтому помимо практики сильна и в теории. В теории истории музыки. Мне больше нравится быть первооткрывательницей может быть где-то в репертуаре для наших инструментов, вот заинтересовывать композиторов, чтобы они писали, чтобы инструмент двигался вперед, чтобы он открывал для себя все какие-то новые грани, вот это для меня сейчас очень важно. Ну а теория, конечно же, это и интересно, и сложно, это такой особый вид, но очень полезный для всех нас. Ярослав Щедров, Константин Никихин, репортер 73. Наступает время создавать новое, время оттачивать свое мастерство, быть безупречным в детали, лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. Препарат Гриппферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. По данным сайта Гесметио 18 ноября в Ульяновске ясно. Температура воздуха по области ночью минус 8-12 градусов, днем минус 2-6. В областном центре ночью от 9 до 11 ниже 0, днем минус 3-5. Ветер преимущественно южный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. В Ульяновской области прошло первое заседание Межведомственного координационного совета по развитию дополнительного образования, на котором было объявлено об обновлении стратегии развития отрасли до 2030 года. Акцент в обновленном документе собираются сделать на межведомственном взаимодействии и выстраивании вертикальной системы методического сопровождения, непрерывном развитии профессионального мастерства, использовании современных цифровых инструментов и абсолютного доступа к ним, интеграции обучения, общественно полезной деятельности и персонифицированного подхода. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на доп. образование было направлено около 100 миллионов рублей. Уже реализовано 14 основных мероприятий, которые позволили создать 4595 новых оснащенных мест дополнительного образования и достигнуть показателя охвата дополнительным образованием в 81%. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим юным коллегам в эфире «Новостята». В начале октября прошел день открытых дверей в креативном пространстве «Квартал». Многие ульяновцы знают, что такое «Квартал». Многие ульяновцы знают, что такое «Квартал». Это место для экспериментов, творчества и идей. Не все понимаются о том, на чем нужно заявить о себе. Но не все понимают, что нужно сделать для того, чтобы выявить о себе. День открытых дверей предоставил нам возможность познакомиться с резидентами «Квартала». Посмотреть на их рабочее место, пообщаться и задать вопросы. Эта встреча оказалась возможностью посмотреть на пространство, как на площадку для любых креативных проектов. А также как на место для успешного ведения бизнеса. В конце вечера гости и организаторы обсудили день рождения «Квартала», который состоится в начале ноября. В Ульяновске открылся модный переулок. Он получился в результате программы развития брендов, который стартовал в Ульяновске в апреле этого года. Шоурум молодежного бренда привлек к себе много внимания. Созданием первой коллекции работала команда из 12 подростков. Задача шоурубу привлечь внимание к брендам, которые сделаны для молодежи. Открытие прошло в дружеской, в неформальной обстановке. Все желающие могли примерить вещи молодежного бренда и узнать об их историю. В Ульяновске прошел фестиваль современной культуры. В середине октября было завершено строительство новых достопримечательностей. Местные жители в компании с художниками, дизайнерами и архитекторами создали будущий арт-объект. арт-объект. А что создали будущий макет. Местные жители в компании с художниками, дизайнерами и архитекторами создали будущий макет арт-объекта. Например, в чердаклах новый арт-объект появился на площадке перед РДК на берегу местного озера Попова. Это будет инфитеатр в теплое время года. Там будут проводиться лекции, семинары. Зимой площадка превратится в каток и место для проведения соревнований по зимним видам спорта. Проект нацелен на то, чтобы местные жители сами воспринимали идею воплотили. Проект нацелен на то, чтобы местные жители сами воплотили идею в жизни. В планах каждого района области было построить по одной достопримечательности. Фестиваль вечеринка прошла в Ульяновске параллельно с фестивалем Японская культурная волна. Это событие посвящено Году молодых, поэтому в нем приняли участие молодежные коллективы. Выступление на симпатии проходило в трех направлениях Каспре и дефиле, танцы и вокал. Всего было подано 40 заявок в сценическую программу. Помимо творческих выступлений на симпатии была представлена выставка ульяновских художников. Помимо творческих выступлений на симпатии была представлена выставка ульяновских молодых художников. Также играли настольные игры от Центра японской культуры Ульяновска. Провели традиционный конкурс лента желаний от молодежной команды Тестфест. Провели традиционный конкурс лента желаний от молодежной команды Тестфест. Все участники сценической программы получили призы. Молодежные атрибутику из Тольятти, Казани и Димитровграда. Казани и Димитровграда Все в уюте и трендах знает Валерия Лобода. И ну и готова этим знанием поделиться со всеми в своей рубрике «Стиль». Доброе утро! С вами Валерия Лобода. Стиль – это не только убранство дома или ваш внешний вид. Стиль – это в первую очередь ваше внутреннее состояние. Когда вы гармоничны сами с собой, то это сразу заметно и проявляется в вашем внешнем облике. Ведь вам не нужно никому ничего доказывать или наоборот прятаться. Как достичь этого состояния – об этом мы сегодня и поговорим. Я поделюсь с вами практическим советом, как правильно начать свое утро. Зажигаем взгляд и настраиваемся на удачный день. Берите ручку и записывайте. Проснувшись, проведите одну минуту в спокойствии и умиротворяющей тишине. Сядьте неподвижно, дышите медленно и глубоко. Будьте здесь и сейчас, в настоящем моменте. Будьте благодарны за то, что имеете. Вторая минута – это время восхваления себя. Я – величайший. Снова и снова повторял себе Мохаммед Али и действительно стал величайшим. Аффирмации, то есть позитивные утверждения – это один из самых эффективных инструментов на пути к цели. Запишите и повторяйте свои ежедневные аффирмации. Те, что напоминают о вашем безграничном потенциале и важнейших приоритетах. И читайте их вслух от начала до конца. Третья минута – это практика визуализации. То есть мысленная проработка и репетиция событий. Она нацелена на создание позитивных результатов во внешнем мире с помощью вашего воображения. Закройте глаза и медленно представьте себе предстоящий день. Пусть он будет идеальным. Ведь ваш мозг работает по принципу поиска совпадений. Если мы загружаем в него некую информацию, то он считает ее единственно верной и подстраивает наше поведение таким образом, чтобы в реальной жизни произошла именно смоделированная ранее ситуация. Так что прорисуйте все подробности предстоящего дня в своем воображении. И потом наслаждайтесь тем, как все гладко складывается. Четвертую минуту посвятите укреплению своей самооценки и уверенности. Это можно сделать с помощью дневника, потому что он помогает запечатлеть мысли, идеи, озарения, достижения, успехи и выученные уроки. Запишите в дневник все, за что вы благодарны судьбе, перечисляя свои достижения и маленькие, и большие победы, которые с вами уже происходили, и те, которые ждут вас в этот день. Отлично поднимает настроение и вселяет в вас уверенность эта практика с дневником. И, наконец, не забудьте сделать зарядку. Несложные физические упражнения очень эффективно помогают проснуться. Зарядка повышает уровень вашей энергии, уверенность в себе, укрепляет здоровье и эмоциональное благополучие. Проведите одну минутку в движении. Это может быть бег на месте, прыжки, ноги вместе, ноги врозь, отжимания, приседания, да что угодно. Возможно, у вас не сразу получится сделать все по списку, это не страшно. Помните, прогресс наступает по мере развития. Как только действия войдут в привычку, все станет гораздо проще, и каждое утро будет добрым. Взгляд будет гореть, плечи будут расправлены, и ваше внутреннее состояние гармонии найдет выход в вашей красоте, привлекательности и настроении вашего интерьера. Будьте с нами, смотрите рубрику «Стиль», и тогда ваш интерьер будет стильным и красивым, ваше внутреннее состояние будет гармоничным, и каждый день вы будете ловить на себе восторженные взгляды окружающих. Ну что же, дорогие друзья, это «Утро с репортером», движемся вперед. И не знаю, Кать, задумывалась ли ты когда-нибудь, что слова «вожатый» и «ведущий» схожи между собой? Не находишь ли ты какую-нибудь такую аналогию? Ну если брать вожатого в качестве того, кто ведет за собой людей, конечно, аналогия прослеживается. А с чего это ты про вожатого заговоришь? Ну, дело в том, что... И как хочешь подвести к нашим гостям? Конечно, наши гости, они, во-первых, да, они уже здесь, и они ведут. Они ведут за собой. А вот кого ведут? Куда? Это все гостям. Каким образом, да, мы сейчас узнаем от наших гостей. Давайте с ними знакомиться. Этим утром с нами Алексей Ефанов, педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи и финалист всероссийского конкурса «Лига вожатых». И Полина Левукова, руководитель педотряда «Черная икра». Как тебе название, да. И финалистка конкурса «Лига вожатых» и старший вожатый лагеря «Волжанка». Полина, Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, раз уж мы заговорили так вот о черной икре. Да, давайте вот я утром предлагаю про эту тему еще немножечко поговорить. Продолжим. Что за название такое «Черная икра»? Очень изысканное название. Мы придумали, то есть, ну, как все знают, черный край – это деликатес, который не по силу всем, не по цене, да, не по карману. И так наш педагогический отряд собрал в себе коллектив вожатых, самых-самых лучших, самых отборных, которые готовы идти до конца, нести свет, улыбки, радость детям. И как и черная икра оставляет после вкуса себе, так и наши вожаты оставляют в душе ребенка. Железная аргументация. В душе ребенка только положительные эмоции. А кто-кто автор такого названия? Автор названия у нас очень большая команда. Они создавали сами, да, конечно, путем дискуссий, всяких обсуждений. На праздники с черной игрой отмечаете, естественно, всегда, только с ними. Неплохо мы начали с вами, неплохо. Ну что ж, Лига вожатых. Да, Лига вожатых. Что это за конкурс такой? Лига вожатых – это всероссийский конкурс, который… с организаторами которых является Российское движение школьников, и Росдет-центр, и он уже проходит, точную информацию не скажу, но уже много, да. То есть даже вот я участвую уже третий раз, вот в третий раз, как говорится, бог любит троится. Да, 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 и успеешь. В третий раз вышел в канал. То есть это конкурс, где предоставляются все условия для развития как педагогов, так и вожатых стажеров, которые работают со временными и постоянными детскими коллективами. Это как раз вот тот самый некий толчок, некое такое развитие, которое идет в плюс. Вот скажу честно, в моем понимании, да, на моей памяти вожатые – это вот когда школьный лагерь, да. Ну, пионер-лагерь, да. Студенты. Или школьный, или пионер-лагерь. Что живутся там, да, проходят практику какую-то и отправляются быть вожатыми. То есть, ну, вот это вот что-то такое… Вот ты был вожатым, да, закончил университет, и все. И вот… А я так понимаю, что люди-то этим занимаются постоянно. На постоянной основе, да. Действительно, да. У нас есть большая организация, например, российские студенческие отряды, которые я представляю. И на базе этой организации созданы педагогическое направление, педагогические отряды, которые собирают коллектив, собирают вожатых, обучают их. И летом отправляют, не только летом, круглогодично даже есть лагеря, которые действуют. Отправляют их работать с детьми в лагерь, как и на Черноморское побережье, так и за границу, так и на наши региональные лагеря. Поэтому организация живет, дышит. И после студенчества трудно распрощаться с этим, поэтому мы снова-снова возвращаемся в лагерь. И появилось еще ведь такое определение, как вожатый новой формации. Это вот что такое? Да, вот Катя вспоминает школьные лагеря, я вспоминаю пионер-лагерь. А вот новая формация, это что за? Ну, смотрите, лагерей, на самом деле, разных видов их много. Есть стационарные лагеря, есть лагеря дневного пребывания, и их очень много. Сейчас появилось новое, скажем так, современное веяние. Это онлайн-лагеря, да. У нас даже на базе Дворца творчества молодежи проводился онлайн-лагерь в течение трех месяцев. Ну, двух месяцев мы вместе с ребятами активничали. То есть, опять же, проект, учитывая, что сейчас он перешел на онлайн-формат, дает возможность развиться вожатому, скажем так, в форме онлайн. И это действительно ему поможет. В дальнейшей жизни, вовсе, да, сфера своей деятельности. То есть, вот Лига вожатых 2020 существенным образом отличается от предыдущих, наверняка, да? Да, она отличается. Три раза я участвовал. Первый раз не удалось пройти первый этап, во второй раз удалось пройти второй этап, но я не прошел на федеральный. И вот в третий раз получилось и с первым, и со вторым этапом. И прошли мы сразу в финал. Но там были свои формальности, потому что конкурс менялся на ходу. Если первый этап — это было педагогическую ситуацию, нужно было решить. Второй этап — это нужно было из каких-то конкретных слов, которые были на карточках, составить активность. И дальше получилось так, что проект, точнее, этот конкурс перешел на онлайн-формат. Оргкомитет решил сделать... Изначально было еще полуфинал, но полуфинал у нас был бы в Москве, ой, в Казани, а финал в Москве. В Москве уже, да? Но такие вот ситуации и вожатому также нужно уметь подстроиться под такие сложные ситуации. Много участников? Участников было более четырех тысяч. В финал прошли 889 сегодняшних. А от нашего региона? От нашего региона прошли 11 участников в разных номинациях, и в том числе и российских студенческих отрядов. Творца творчества детей и молодежи. Были, как вот, наши номинации, это старшие вожаты, были вожаты, которые работают с постоянными коллективами, с временными коллективами, вожатые стажеры. То есть были ребята, которые несовершеннолетние, 17-летние вожатые стажеры, которые хотят уже попробовать себя в этом русле, так назовем. Тоже прошли финал. Деньги, знаешь, мне кажется, у вожатых всегда очень много разных историй. Мне кажется, за опыт такой вот. Конечно, наверняка. Поделитесь какой-нибудь интересной, забавной. Алексей, я такая небольшая, короткая история. Пожалуйста. Работал я в лагере «Березка», который находится в Тернигульском районе. И, опять же, основываясь на сложных ситуациях, которые могут возникнуть, то есть все хорошо, у меня отряд был средний. Средний, это от 12 лет, да, наверное? Ну да, от 10-12 лет. И так получилось то, что у нас в лагере произошел... Ну, что, нормально было, проходили мероприятия, и произошел шторм. У нас там в некоторых местах повалились деревья. И тут вот самое важное было вожатому отвлечь свой отряд от того, что происходит вокруг. То есть вы сидите в своем помещении. Это в избежании паники какой-то, да? Да, да, да. То есть понятно, что дети, это такой возраст, да и дети, и подростки. Есть тем более такие, кто боится грозу, боится, когда что-то происходит страшное. Ну, можно понять. Так. Начинают звонить родителям. Но при этом есть такие, которым все надо. Наоборот, побежать, грозу посмотреть. Да, посмотреть поближе. Есть такие, и это тоже нужно учитывать, чтобы дерево какое-нибудь... Ну, конечно. И что, как вы отвлекали внимание? Как отвлекали внимание. То есть делали различные номинации, и они вместе участвовали. Увлекались, да? Да, и это... Шторм прошел мимо. Шторм прошел мимо, да. Шторм был внутри. Потом, когда, соответственно, мы вышли, дети такие смотрят, а где? Лавочка. Например. Ну, понятно. А Полина, вы что-нибудь такого драйвового? Да, тоже думаю, думаю. Знаете, вот лагерь — это такая атмосфера, такое место, куда приезжаешь за воспоминаниями, за моментами жизни. И вот такие моменты, они как бы улетучиваются. Возможно, остается полностью просто одна картинка, которая сгореет себе душ. Вот сейчас я думаю, вспоминаю, слушаю историю Алексея. И вот эта история тоже вспоминаю, когда я сама была ребенком в лагере и смотрела, например, своих вожатых. Почему я загорелась этим, загорелась этой стесей, да, и захотела стать? Потому что были хорошие примеры, достойные примеры, за которыми хотелось идти и сделать так, чтобы твои дети уже смотрели на тебя и уже шли за тобой следом. Ну, как сейчас получается? Тяжело вести детей, когда их много, когда они все разные, со своими характерами. Некоторые там начинают вставать в позу, я не пойду за всеми там. Конечно. Действительно, тяжело бывает, потому что где-то хватает тебе опыта и знаний, где-то недостаточно, и нужно что-то применить, советоваться со старшими коллегами, возможно, с директором, с заместителем директором, с старшими вожатыми. Но не зря же проходят курсы вожатые наши. Они у нас обучаются с января до мая, прям приблизительно 4-5 месяцев они у нас проходят обучение. Обучаются от игр и всяких активностей до нормы Санпина и документации. Кстати, а вот активность, они как-то меняются, что-то новое придумывается, откуда это берется все? В различных лагерях, везде по-разному, конечно, да, где смотрим на мнение детей, что им интересно. Некоторые дети приезжают из года в год, и им хочется, например, чтобы одни мероприятия повторялись. Да, разнообразие, конечно, хочется. Где-то новое. Смотрим, советуемся с коллегами из других регионов, смотрим, где активность зашла, где не зашла. Тем более сейчас онлайн-формат, когда из 21 века уже легко общаться и принимать опыт, это действительно сделать проще. А вообще ведь вожатый несет персональную ответственность за ребенка. За здоровье, за жизнь. И в оффлайн тоже, и в онлайн тоже. И в онлайн тоже. Потому что даже делает ту же самую зарядку, наверное, такие ситуации, Полина, тоже были. Когда даже делаешь зарядку вместе с детьми, танцуешь перед камерой, может возникнуть такая ситуация, что он танцует-танцует, рядом с ним стоит стол, он ударился. А как вы можете предусматривать? Ну какой-то ликбез, что ли, инструкция по безопасности? Тут можно двумя способами. Один раз можно какой-то в игровой форме сказать, что вот, смотрите, чтобы у вас вокруг никого не было, так далее, так далее, учитывая, опять же, возраст. Ну, либо просто как беседы. Ну, также, конечно, можно посоветоваться с родителями. Первоначально у нас родители тоже заключают, если в онлайн-режиме берем, как и оффлайн, заключают соглашение о том, что они не против, чтобы их дети участвовали в этом лагере, так назовем. И, конечно, с ними поговорить в отдельной форме, как вожатые, так и старшие вожатые, чтобы контролировали действие. Сколько часов на эти активности? В онлайн-формате? Да, да. Ну, вообще, по САМПИНу… Да, все-таки есть норма САМПИНа. Можно смотреть. …предполагается то, что у разных возрастов различное время. То есть, если у младших, например, не более 30 минут, по-моему, можно перед экраном находиться, побольше старших, то 40 минут. Вот. А если брать целый день, то это должно быть, там, два часа… С перерывами. …два часа, допустим, в первый половин дня, два часа во второй. Ну, вот вы вожаты с опытом уже, и вы, Полин, и вы, Алексей. И, конечно же, по большей части вашего опыта, он основывается на оффлайн, так скажем, да, варианте. Да. Вот, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот онлайн-формат, он хорош, ну, лагерь, я имею в виду, он хорош как временная мера, или все-таки вы еще и голосуете за то, что это, ну, неплохая форма существования лагеря и в дальнейшем? Я голосую за временную меру, потому что… Ничто, мне кажется, не заменит вот это вот отношение. Вот. И с вами, с вами согласен. Это потому что… …школьники год ждут этого. Ну, а в чем разница, простите, тогда, да, ну… Вот если с онлайн-форматики, через экран, мы не можем прочувствовать запах костра, звук гитары… Ну, лагерь же, мне кажется, это атмосфера, это общение, это вот прямая коммуникация такая. Они вот живут, например, в одном отряде, в одной комнате, да, девочки, мальчики контактируют, там у них свои дискотеки. Ну, конечно. Да, конечно, потанцевать флешмобу перед камерами – это одно, это как временная мера хорошо, но что заменить, когда вот собирается… Медленный танец. Медленный танец, естественно. Правильно, правильно. Ну, я понял. А вы, Алексей? Ну, тут, знаете, двоякое, потому что в каких-то ситуациях онлайн-лагерь, он удобный. Например, если у вас, если вы, допустим, не онлайн были в каком-то другом регионе, и хотите продолжать, допустим, общаться с ребятами… Ну, как раньше по переписке, такой эпистолярный… Плюс еще развиваться самим, развиваться тем детям, которые у вас приезжали, допустим. Вот. Так что, конечно, больше… Ну, как вариант. …оффлайн, но онлайн тоже… Есть еще и категория людей, которые не могут присутствовать в оффлайне, да. Да. Поэтому это как одна из форм. Ну, да. Ну, так как сейчас у нас вот эти были всякие взаимодействия, активности в онлайн-формации, мне кажется, и дети, и вожатые приобрели те навыки, которые даже после оффлайн-змен помогут им собираться вместе в зуме, в том же, да, в скайпе созваниваться… Да, конечно, пригодятся. …и проводить время вместе, потому что встретиться после лагеря не всегда возможно. Да. Ну что ж, дорогие друзья, в лагере я, к своему большому сожалению, не был никогда. Я был только в санаториях, но такое ощущение, что… Но в санаторий с тобой не играли. В санаторий не играли. А вот Алексей с Полиной как-то вот так сегодня провели беседу, что вот атмосфера, запах костерка такой, вот такая атмосфера общения, жизнерадостности, и вот ощущение лагеря… Возьмите мальчика к себе в следующий раз. Да, пожалуйста, в оффлайн только. Ну, я тоже не был в лагерях, ребенком. Ну, мы еще раз вас пригласим и продолжим. Ну что ж, такие вот у нас гости. Спасибо за беседу. Я напоминаю, что этим утром с нами были Алексей Ефанов, педагог, организатор Дворца творчества детей и молодежи и финалист конкурса Лига Вожатых. И Полина Левукова, руководитель педоотряда «Черная икра», финалистка конкурса Лига Вожатых и старший вожатый лагеря «Волжатка». Это «Утро с репортером». Движемся далее. Как и обещали в самом начале, за два часа утреннего эфира мы рассказали много всего интересного, познакомились с новыми людьми и готовы рассказать теперь о праздниках дня сегодняшнего. Ну, в таком случае я напомню, что на календаре у нас сегодня 18 ноября, среда. И начнем с самого доброго и, наверное, самого детского праздника. Сегодня свой день рождения отмечает Дед Мороз. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине, Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима и ударяют настоящие морозы. Так что, Дедушка Мороз, поздравляем с днем рождения. А то ведь, если не поздравить, можно и без подарка остаться, но это не точно. Ну да. Еще сегодня можно отметить День независимости Латвии или же Марокко. Кому что ближе, тот и отмечает. В США сегодня День принцесс. О, ну хорошо. А еще 18 ноября отмечается, ну, как мне кажется, довольно молодой праздник. День кнопочного телефона. Так что не поленитесь, если у кого-то остались такие модели. Вытаскивайте их с антресоли, снимайте из шкафов, доставайте и вспомните, как вам было хорошо вместе. Да. Ну, а можно, кстати, и маленьких детей такими девайсами удивить. Они тоже точно оценят. Многие этих гаджетов даже и не застали. Да-да-да, можно их удивить. Ну, а нас не перестает удивлять своими яркими композициями партнер программы «Салон цвета и штучки». Это точно. Ну, а этим утром для вас работали мы, Екатерина Мазуряк. И Андрей Сафронов. Хорошего вам дня, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!